Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 26 августа. Преподобный Адриан, он друсовский, в мире дворянин Андреев Завалишин. Владелец богатого имения Андреевщины, в девяти верстах от монастыря преподобного Александра Свирского, умершего 30 августа 1533 года. Во время охоты на оленя в 1493 году он случайно встретил преподобного Александра Свирского, и после этого часто приходил к нему слушать наставления. Впоследствии он доставлял хлеб его с подвижником. Оставив имение, он послигся в Валамской обители с именем Адриан через несколько лет по благословению преподобного Александра Свирского. Преподобный Адриан поселился в уединенном месте на полуострове Ладожского озера. Там был построен храм в честь святителя Николая Чудотворца. Напротив поселения иноков, дремучем лицу острова Сала, Деберь, укрывалась шайка разбойников под предводительством Ондруса. Встретившись с преподобным, атаман потребовал, чтобы иноки покинули свое место. Преподобный Адриан, не имея у себя денег, чтобы предложить выкуп за место, обещал атаману ходатайствовать за него перед Богом. Разбойник смеялся над преподобным, но тот так долго и смиренно умолял его, что атаман смягчился и сказал «Живите». Этот атаман вскоре попал в плен к другой шайке, прятавшейся неподалеку на каменистом Старожевском мысу. Несчастный знал, что после страшных истязаний его ожидает смерть, и горько раскаивался в прежней жизни. Вдруг он увидел перед собой преподобного Адриана, который сказал «По милосердию Господа, для которого просили у тебя пощады пустынному братству, ты свободен» и исчез. Атаман увидел себя без оков на берегу и никого вокруг. Поражен он поспешил в обитель преподобного Адриана и нашел всех подвижников на псалмопении. Оказалось, что преподобный не выходил из обители. Разбойник пал к ногам настоятеля и просил принять его в братью. Оставленный в обитель, он окончил жизнь в покаянии. Также раскаялся и разбойник другой шайки. По молитвам преподобного Адриана он принял постриг с именем Киприян, а впоследствии основал на месте притока обитель и прославился чудесами. Обитель преподобного Адриана получала вклады царя Иоанна Грозного в 1533-84 годы. В августе 1549 года преподобный Адриан был восприемником дочери царя Иоанна Грозного Анны. Когда старец возвращался из Москвы в обитель, близ селения Обжи, его убили разбойники, надеясь найти деньги. Братья долго ждала настоятеля. И вот спустя два года он явился ночью в видении, нескольким стартам и рассказал о своей кончине. На другой день, 17 мая, братья обрела его нетленное тело в болоте и предала погребению стены церкви в честь святителя Николая. Память преподобного, воспринявшего мученический венец, стала праздноваться в день обретения и перенесения святых мощей 17 мая и в день представления и те заимениства с мучеником Адрианом. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.